Со следующих вебинаров. Все остальное по графику. В общем, проинформировать о том, что на сегодняшний день есть довольно много возможностей наращивать бизнес. И одна из них – это четкое понимание того, что довольно много привычных продуктов питания могут быть заменены. Биологически активными добавками. И от продуктов замены. Буквально в прошлый вебинар мы с вами посвятили тому, что в контексте добавок для опорного двигателя мы с вами рассматривали кальций. И я пыталась... ...ответить на вопрос, почему молоко не является вот таким абсолютным продуктом для всех. И почему молоко нужно найти на нашем канале в YouTube. Если вам интересно, вы можете посмотреть. Хочу сказать, что сегодняшняя задекларированная тема Омега-3, она тоже есть на YouTube. А я сегодня скажу то, чего там нет в ролике, чего там в ролике не было. И попытаюсь дополнить ответ на вопрос, почему Омега-3 нужна в составе биологических добавок, а не натуральной рыбы. И раз уже широким тему, я все-таки поговорю о том, что не в контексте революции на Украине или уже войны. Просто потому, что рынок Евросоюзов, они на СПИ есть. Я вам хочу рассказать об этих двух продуктах сразу. И одновременно ответить на вопрос, почему все-таки вставки они в составе натуральной рыбы. На самом деле, на этот вопрос уже много раз, много раз вы слышали ответ. Рыба на самые ценные составляющие йод, Омега-3, белок. Почему это надо брать из добавок? Вот сегодня еще немножечко больше об Омеге-3. Хочу, ролик Геннара есть. Я его повторять не буду. Если вы его видели, или можете просто на YouTube переключиться и там его взять. Итак, сегодня то, чего не было в том ролике. Продолжение следует... Продолжение следует... Обращайте внимание на годы. Годы. Обратите внимание, пожалуйста. Проверяем их совершенно простым образом. Так это делаете сегодня. Это было возможно в следующем году. Тысячелетие. Обращайте ваше внимание на то, что чем больше вес рыбы, тем больше она накапливает ртуть. То есть, чем она старше, тем больше она накапливает имеющиеся эко-токсиканты. Не допускаем воду. А в этом признение. А в этом было еще больше. Но сейчас мы вернемся к теме запредельного захимичивания. Вод Мирового океана и о том, что экологически чистую, безопасную рыбу достать, конечно, можно. Но чтобы знать, что именно эта конкретная рыба, экологически чиста, нужно обладать собственной лабораторной базой. Ни много, ни мало. Глядя, угадаете, есть плиты, есть в НИРЧ или нет. А вот, кстати, вот этот вот... Я очень интересен, почему. Потому что вот вес еще полутора килограммов. Один килограмм она накопила очень много ртути. Почему? Значит, вам можно говорить о том, что здесь... ...проблема не сегодняшнего дня. Но, к огромному сожалению, вода заселяется абсолютно всем. То есть, можете себе представить, что вода Мирового океана – это такой вот гренский мусорник. Если мы возьмем только энциклиды и не что... Только один поражающий фактор. То есть, вы увидите, что яйцо, концентрация, которая есть в воде, то в планктоне в 10 раз больше, в рыбе в мелкой в 5, в средней в 2, а для птиц в 25. Вот здесь, в рыбе приличного размера, которую, в общем-то, мы привыкли покупать в магазине, да, в 5000 раз больше концентрации катов. Тех же энциклидов по отношению к воде. К вопросу о рыбе. Ртуть в рыбе и моллюсках. 2-3 порции в неделю. И рекомендуется к употреблению тунец, скумбрия, акула, рыба, меч, марлин, не знаю, кто это. То есть, о чем речь? Речь о том, что... Да, кстати, карп, окунь речной, тибас, форель, камбл, кефаль и так далее. То есть, вопрос в том, что было в том, что было в нем, внимание следует рыбному меню детей, беременных и кормящих женщин. Это не значит, что нужно много рыбы есть. Наоборот, в некоторых странах беременную рыбу просто прещают, например, в Америке. И резко ограничивают. То есть, я говорю о чем. Сладь абсолютно не нового. И проблема не нового. Что с ртутью? Ртуть накапливается еще 8 раз, чем получила беременная. Плодов накапливают. В почке и мозге младенцев на уровне, который существует к количеству амальгам. Это кошмары тихие уже. Может почкам и мозгу еще нерожденного ребенка. Вперед полураспада ртути в мозге составляет 30. Какому-то нравится. Ртуть передается из грудного молока. Может содействовать лучшему всасыванию ртути. Это запредельное безобразие. Дети, аутисты, контрольная группа. Давно до конца связь. Ну, днемся к водам. Мировой океан. Это очень интересно. Конкретно. Днепровская логическая прокуратура. Вот такие данные. 150 предприятий сбрасывают в Днепр миллиарда кубометров. В начале недостаточно очищены. 350 миллионов кубометров составляют сточные воды, содержащие нитраты, сульфаты, хлориды и фосфаты. Затем эта вода из водопровода или косвенно через поливы полей попадает на рацион. При сохранении текущих тенденций в течение ближайших лет строфа невиданного масштаба. Слушайте, я не хочу каркать. Абсолютно не хочется говорить каркать. Вот чернобыльская дата 26 апреля 2013 года. Год назад. Было вот такое вот не только экологическую ситуацию, но людей к привычным. если мы всегда с вами считали, что, ну по крайней мере я так считала, что вот селедка, это так хорошо, а если она жирная, если в ней есть потрясающий продукт, полезный для здоровья. В 20-летней давности давно пора было изменить. Штортуть – это 60-е десятилетия, доказанный факт. Понимаете, в чем дело? Радиоклиды – это вот она, Фукусима. Загрязнение вод Днепра – это вот оно. Год-два и произойдет экологическая катастрофа. Понимаете, то есть проблемы не имеются. Ну что просто Фукусима для вас не новость, что загрязнение продолжается. Вода утекает и практически вот счастье выплеснулось в воды Мирового океана, продолжает выплеснуться. И ну-ка, куда течением больше занесет, куда меньше, но на самом деле уже в райах, уже, скажем так, в курортной полосе, где отдыхает средний американец, радионуклиды были уже через пару дней после окончания. А вы на Фукусима. Ну, просто, что равно не так, что уже в море, Баренцево море, кто знает, о чем идет речь, потому что, ну, посмотрите, вы это видите? Я думаю, что вы это видите. Ситуация, ситуация вот здесь, остров Новая Земля, известный, знаете, чем. Ситуацию абсолютно не хочется этого делать, особенно в свете происходящих сейчас событий. Я хочу вам сказать, что это и к прошлому, и к настоящему, еще больше к будущему. Рыба, которая здесь традиционно росла, подрастала, питалась, она берет в себя то, что есть. Азиатско-Тихий регион замкнули на радионуклидами это очень надолго, на несколько поколений вперед. Это тоже надолго. Где мы берем рыбу к своему столу? На ней нет эти кетки, где она жила, где она послалась, где она набрала радионуклидов еще. Опять-таки, 60-е годы, до 60-е годы массовые взрывы проводились совершенно без конкурса. Рыба, количество радионуклидов было в атмосферу только на Азиатско-Тихий, практически архипелаг. Более 130 ядерных взрывов, 56 взрывов. Из них 87 атмосфер. Английских и французских заводов загрязнили радиоактивными элементами всю северную Атлантику. Селедку. Атлантическую. Особенно северная, норвежская, гренландская, баренца, белая моря. Когда мы говорим про лососи, это где? В Норвегии, норвежская красная рыба. То есть, о чем речь? Океан загрязнен в том числе и селедом. То есть, не покажите мне точку мира, где может выпасаться экологически чистая рыба. Тыр из мяса, из мышц рыбы, эти экологически чистые абсолютно не просто. Его нужно проверить для этого. Ну, известный маяк. Маяк, 1967 год. На самом деле, стройцы и эцезии выяснили про эту аварию. Каштымская трагедия, когда на заводе маяк произошел гигантский просто катастрофический масштаб эпизод, когда очень много радионуклидов, а именно 120 техногенная авария здесь. Под озером сформировалась линза загрязненных подземных вод 4 миллиона кубометров площадью километров. Есть опасность проникновения этих вод и вынулся гигантский нуклидов в речной сеть перед вами на карте. Линза вот этого подземного оборота стукшедшей в таком невероятном количестве измеряемой в миллионах это получало если бы это не было правдой. Работа трехподземных атомных реакций скаловода также остальных производств в Красноярске 26 привела к загрязнению одной из рек мира Енисея на протяжении 1500 километров. Радиоактивные продукты попали в северный ледовитый океан. Ну вот он Енисей на верховых Енисея можно наблюдать верблюд и северные олени. Такое разнообразие видов в Енисеи тянется через все сибирские климатические зоны. Уникальная река. Надо же было так ее так ее загрязнить. Смотрите, что происходит. Воды мирового океана загрязнены без эмоций. По факту. Наиболее опасные нуклиды Мецезия 137-го Стронца 90-го Стронца 144-го Итрия 91-го Необедина обладая высокой биоаккумулирующей способностью переходят по пищевым цепям в организмах высших трофичных создавая опасность как для гидробионтов отчетинку по накоплению инсектицида выведет. И вот так же по пищевой цепи концентрируется ирогин, как и любое экотоксичное вещество. Итак, в 82-м году загрязнение Цезием 137-го фиксировали в западной части Баренкова моря. 6 раз превышали иглогрязнение вод сильной инфлантики. Цезием моря вкром больше этих самых радионуклидов. О чем речь? Водится порядочная, приличная, экологически чистая рыба. Но на лице у нее не написано, что порядочная, экологически чистая и в такие опасные радиационно загрязненные, химически загрязненные зоны она не заходила в своей жизни. Это видно в лаборатории, когда вы берете. Поэтому я хочу вам сказать, что очень важно выбрать правильную компанию, чтобы всем ее по высочайшим стандартам качества. Экозащитное питание на самом деле нужно абсолютно всем. Просто в Чернобыле 6 апреля по 10 мая того самого несчастного 1986 года для разрушенного реактора было выброшено отшое количество язерного топлива. 50 миллионов кюри. Представьтесь, 7,5 ядерного многоживущего радионуклида цезистронца и выброс соответствует 500 хиросин. О чем речь? Это очень-очень страшно. И очень много. И я хочу сказать, что на самом деле хватило всем. Может, потому что я вам говорила о Брянске, о том, что двойное поражение и пестицидов запредельно много и радионуклидов. Про Ариол, Тулу, вот след Чернобыля и очень много таких пятен во всем Украине. В Беларуси это вообще пятно, посмотрите, что делается. Здравствуйте. 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 Гомель. Это очень эффективно. Не случайно в черно-белых тонах. Хорошо видны эти пятна. Вопрос в том, что у Ариоли были и в Евангелии. Глобальный характер. Ну, здоровья. Мы хотим с вами пищи, которая поможет нам восстановить. Но брать лишь бы какую рыбу, лишь бы где, просто потому, что она рыба в любом супермаркете. Или Омегу-3, просто потому, что она Омега-3 любых компаний. Или же в аптеке, видишь, что там написано что-то препарат. Это лучший путь. По той простой причине, что на прошлом вебинаре мы с вами рассматривали ламином. Когда для того, что фальсифицированное молоко лаборатория не обнаружила, оно было умным меламином. Меламин позволяет уйти от химолаборатории. И, по сути дела, меламин есть в составе молока. Невозможно то и делить белка растительный или животный. То есть, меламин был для того, чтобы нивелировать возможность проверки, чтобы обнуть лабораторию. Но из-за того, что меламин очень токсичен для почек, погибли дети. В Китае страдало очень много народу от этого фальсифицированного молока. Вы знаете об этом. Я хочу сказать, что лаборатории на самом деле в ногу и должны опережать фигаторов. Каждая компания покупает очень дорогое оборудование и оснащает свои лаборатории все новым, новым. Все более современным оборудованием. И такого уровня требований к качеству безопасности, как есть в НСПИ, по сути дела нет в этой отрасли. Поэтому, когда вы смотрите на какой-то высновок, на какой-то сертификат, и там написано, что, например, там до таких-то цифр, КАДМИ до таких-то, там ТУТИ до таких-то, это значит, что вот есть предельно допустимая концентрация, предельно допустимый. Что проходит? Ну, то, что ниже может быть нулем в компании НСПИ. А может быть в пределах тех цифр, которые задекларированы нормами, принятыми в этом государстве. Да? Поэтому вписываю, это не значит, что этого КАДМИ или другого счастья столько, сколько оно писать. Значит, до не превышает норм. А что такое продукт? Или продукт, который трудом с бочком так дотиснулся в эти две? Есть. Особенно, если вы принимаете этот продукт для здоровья, если вы даете его детям. Поэтому, обращаю ваше внимание на то, что возможности пройти очень тщательной. Трия за пределами высоких компаний НСПИ, просто жестычивость и безопасности. Это все очень важно. И я прекрасно понимаю, если мы доверяем компании НСПИ, то мы доверяем и каждому продукту, созданному на... будь то добавка, будь то косметика. Итак, вот еще раз одна из самых изменений так безобразно загрязнена. Закрытые зоны Беларуси, Российской Федерации, Украина, для вас это вовсе. Для... Вы видите, довольно высокий уровень радиационной цезии 137, долгоживущий элемент. То есть, его хватит надолго. Это как в 2000 году, тот же Орел. То есть, ситуация не изменится полного и дойдет. Та же Орел, динамика заболеваний, заболеваний раком Российской Федерации. Вот такая область, вот вся Россия. Я хочу сказать, что разница есть. Вот на Орловщине вот настолько больше, чем по России. Хотя в среднем по России это та же Тула, тот же Брянск и так далее. То есть, вот этот вот избыточный уровень выливаемости ученые привязывают именно к чему? К радиационному поражению. Европа после Чернобыля выглядит принципиально важное значение какого качества экозащитное питание. И обращаю ваше внимание на компанию на сайт Супер Омега-3. Супер Омега-3. На рынке СНГ красавица Омега-3. Обращаю ваше внимание на то, что наша Омега-3 сравнивается с Супер Омегой. Супер Омегой. О том, что недостаточно Омега-3 в рацион есть в предыдущем ролике, не буду сейчас повторять. Обратите ваше внимание на то, что Супер Омега-3 это общество. Очень большое количество вот тех самых полиенасыщенных жирных кислот, как все эти цифры на 6. Это просто математика. Когда вы сравниваете нашу обычную Омегу, видите, что основная же кислота 190 и 120. То есть, речь идет о том, что вместо обычной Омеги пьете, например, две кап... Вы можете выпить одну капсулу Супер Омеги-3, если она вам доступна. То есть, о чем речь? Соотношение кислот по количеству Супер Омеги-3 и в обычной НСП-шипер Омеги-2, а кислот примерно полтора. Поэтому соотношение 1 капсулу Супер Омеги примерно к полутора двум капсулам. Отсюда и вопрос, как пить одну капсулу Супер Омеги-3 вместо обычных привычных Омеги-3. Я обращаю ваше внимание на то, что основные данные, что делает Омега-3, я просто хочу вам повторить, хочу повторить, что Омеги-6 в наших привычных более достаточно. Омега-6 преобладает, она повышает уровень холестерина, она ускоряет процессы старения, она провоцирует депрессии, когда Омеги достаточно и ансированы, они сбалансированы, когда Омега-3 снижает холестерин до нормальных уровней, тормозит процесс эстит развития атеросклероза, защищает и усиливает печень через нормализацию, улучшает настроение, что очень важно. способность нормализации Омега-3 Омега-6 оно повышается, снижение тонуса сосудов Омега-3 и его повышение Омега-3 торможает антиоксидант, стимуляция противоопухолевого звена иммунитета Омега-3 Омега-6 ускоряет окисление провоцирует иммунную депрессию и в конечном употребляет с онкопротектором, а наоборот. Итак, постоянный некорректируемый дефицит Омега-3 это вредная привычка, которая прямо ведет к целому ряду проблем со здоровьем. Тема о том, что Омега-3 в среднем рационе недостаточно. Это нужно брать и скорее исправлять. Достаточно. Просто должно быть ее много в организме, достаточно много, я хочу сказать, потому что это очень драматичный. Итак, Омега-6 наша, которая есть на горячо любимая, привычная, уже для многих, ставшая составной частью рациона. Она действительно обязательна. Хочу подчеркнуть, активизация процесса каторосклероза, омоложения. Сказать, что этих предостаточно, чтобы Омега-3 в рационе удерживать постоянно. На капсула в день или две. Это выбор. Если вы склонны к кровотечению, можно одну капсула или даже в три дня. В рационе постоянно. Ответ на вопрос, каким курсом пить Омегу-3 довольно подчеркнулся. Чтобы не вступать в тесно-дружеские отношения с онкологами, с кардиологами и прочими специалистами, которые с вашим лечением. Даже такая вещь, как здоровый ночник, заслуживает приема Омеги-3 на 100%. Не гроза против ракового иммунитета. Потому что Омега-3 описано как прекрасно соподдерживает женщин, у которых уже есть рак. Но согласитесь, предупреждать пить Омегу-3 как онколог или пить ее как принятый в комплексе лечебном продукт, это очень разное. Поэтому я вас нацеливаю на профилактику, на то, что аналог с рынка Европы про все эти корректировки в какое количество вы будете ее пить. Но я беру внимание на обязательного приема. Качество самой лучшей, самой надежной Омеги-3 по цене производителя. Вам, конечно, самое лучшее качество. Гарантирует качество, гарантирует высочайшая бизнеса и говидливая цена производителя. Я тебе рекомендую организм. Итак, по поводу Омеги-3 у меня на сегодня все. Напоминаю вам, что следующий вебинар с вами будет Людмила Громенко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова